Пенсионная пенсия Половина от 28%, то есть 14% от зарплаты уходят в федеральный бюджет для того, чтобы сформировать так называемую базовую часть трудовой пенсии, которая выплачивается всем и каждому, вне зависимости от того, работал человек или не работал. Просто на том простом основании, что он является гражданином этой страны, этот человек будет по выходу на пенсию получать базовую часть своей трудовой пенсии. Половина от 28%, 14% туда уходит. Вторые 14% составляют, собственно говоря, страховую часть трудовой пенсии с накопительным элементом. Для тех, кому до пенсии осталось менее 10 лет, у них нет накопительного элемента в их трудовой пенсии. Для тех, кому старше 35, накопительная часть составляет 2%. И для тех, работающих граждан, кому меньше 35 лет, у них накопительная часть составляет 3%. Эти 3% будут на 1% каждый год увеличиваться и, достигнув 6% от зарплаты, больше расти перестанут. Таким образом, 28% это пенсионный взнос, который делится на 14% составляющих базовую часть трудовой пенсии. И вторая половина делится, в свою очередь, на 2 составные части. Основная часть это страховая часть и маленькая часть это накопительная часть трудовой пенсии. От 0 до 6% в зависимости от возраста гражданина. Вот 3 составные части. Конечно, у того человека, который даже не работал, у него есть базовая часть. У того человека, который работал, у него есть и базовая часть, и страховая часть. А также накопительная часть, если человеку до пенсии больше, чем 10 лет. Таким образом, весь сырбор у нас вокруг накопительной части. То есть, в любом случае, у граждан будет базовая часть, у граждан будет страховая часть. И базовая, и страховая гарантируются государством. При этом страховая часть, надо помнить, зависит от размера этих самых пенсионных взносов. И не случайно в письме, которое мы получили из пенсионного фонда, у нас с вами не одна цифра, только по накопительной части. У нас с вами две цифры. Первая цифра, большая, ну побольше, это цифра по страховой части трудовой пенсии. А вторая цифра, она немного поменьше, это информация о накопительной части трудовой пенсии. То есть новость пенсионной реформы заключается в том, что введена вот эта самая накопительная часть. И именно ею, и только ею, гражданин распоряжается. Базовая часть и страховая часть. Страховая часть, она зависит от размеров взносов в пенсионный фонд. Если работодатель осуществляет эти платежи за своих работающих, то у них есть страховая часть и накопительная часть. Если работодатель не осуществляет платежи в пенсионный фонд Российской Федерации, то у его работников нет по этим периодам их работы ни страховой части, ни накопительной части. Страховая часть нужна для того, чтобы осуществлять взносы в пенсионный фонд Российской Федерации. Эта страховая часть формирует будущую пенсию гражданина. Вот для чего она нужна. Нужна для того же, для чего и базовая, для чего и накопительная. То есть все эти три составные части в целом формируют трудовую пенсию как таковую. Человек раз в год будет получать письмо из пенсионного фонда. Во-вторых, он может ее проверить в ближайшем отделении пенсионного фонда. В-третьих, он может ее проверить в бухгалтерии того предприятия, на котором он работает. В-четвертых, он сможет ее проверить в негосударственном пенсионном фонде, если он его выберет. НПФ будет жестко стоять на соблюдении прав своих участников и вкладчиков. Ведь это же те люди, которые выбрали этот НПФ и принесли к нему деньги. То есть существует целый набор тех мест, в котором человек сможет получить информацию о состоянии накопительной части своего специального счета. Если вы не уверены в том, что данные в письме из ПФР соответствуют вашим реальным взносам в пенсионный фонд, то первое, к кому вам необходимо пойти, это бухгалтерия вашего предприятия, чтобы и затребовать у них данные о платежах в Пенсионный фонд России за вас, за конкретного гражданина. Во вторую очередь, уже с этими цифрами, с этими справками из бухгалтерии, нужно будет идти в ближайшее отделение Пенсионного фонда с целью проверки соответствия вот этих взносов уплаченных и взносов, полученных Пенсионным фондом России для вас, с пометочкой для Иванова, для Петрова, для Сидорова. То есть, сколько из предприятий уходит пенсионных взносов, необходимо сверить с тем, сколько пенсионных взносов приходит в Пенсионный фонд Российской Федерации. Если эти данные бьются, то есть, если они соответствуют друг другу, значит, так и есть. Значит, данные в письме, которые вы получили из Пенсионного фонда, соответствуют реальному положению вещей. Если не соответствуют, значит, надо бить в колкола, надо бить в тревогу, значит, надо обращаться к работодателям, надо обращаться к руководству предприятия, на котором вы работаете, и задавать им простой, незамысловатый вопрос. Почему вот я работала у вас столько-то, столько-то и столько-то, получала зарплату вот такую-то, такую-то и такую-то, а в Пенсионный фонд Российской Федерации пришли вот такие, вот такие, вот такие платежи. Они спросят у вас, откуда вы это знаете, а вы им скажете, а вот у меня данные из Пенсионного фонда Российской Федерации по пенсионным взносам, уплаченным за меня, вами, господин начальник. И вы тогда покажете, что данные-то не соответствуют друг другу. Ну а дальше процедуры предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. Жалобы в суд у нас, пожалуйста, я думаю, что много будет желающих посудиться со своим работодателем за неуплату или неполную уплату пенсионных взносов. Я думаю, что таких, может быть, даже уже и в этом году, в последующие года будет достаточно. То есть одним из положительных моментов, положительных следствий, да, последствий пенсионной реформы является воспитание у каждого человека ответственности за свою будущую пенсию. Если раньше мы просто себе работали, ни о чем не заботились, вот, достигали пенсионного возраста, выходили на пенсию и получали эти пенсии, да, и все. Примерно, кстати, одинаковые у всех, неважно, там, кем ты работал, да, неважно, какую зарплату получать. Сейчас же пенсия ставится в достаточно прямую зависимость от твоей зарплаты, от уплаченных за тебя пенсионных взносов. Поэтому за тем, чтобы эти цифры все соответствовали друг другу, нужно следить и в первую очередь. В первую-то очередь кто должен следить? Ну, я, конечно. Я, как человек, который эту самую пенсию будет в последующем получать. Воспитание ответственности. Вот это один из положительных моментов. И наличие у человека информации, базируясь на которой он может или соглашаться с ней и радоваться тому, что за него выплачиваются в таких-то размерах пенсионные взносы, или наоборот, огорчаться и быть несогласным, и предпринимать шаги, направленные на то, чтобы справедливость восторжествовала. Начиная со следующего года, до 1 июля мы с вами опять получим письма. И в них будут данные уже не только за 2002 год, как в наших сегодняшних письмах, но уже данные за 2002 год. Данные по инвестиционному доходу за 2002 год и данные о поступлениях за 2003 год. То есть вот будущего 1 июля цифры у нас уже будут более интересны в наших письмах. И каждый год последующий, до 1 июля человек получает письмо из ПФР с выпиской со своего индивидуального пенсионного счета. Каждый последующий год, до 1 октября, как написано в законе об инвестировании накопительной части, до 1 октября человек сможет выбрать или молчать, или оставаться в государственном пенсионном фонде, или выбирать управляющую компанию, или выбирать негосударственный пенсионный фонд. И до конца каждого, до 31 декабря каждого последующего года, деньги будут переводиться по выбору гражданина. Таким образом, совершенно никаких препятствий на пути выбора человеком государственного фонда, управляющей компанией, или не государственного пенсионного фонда нет. Эта процедура простая и понятная. Получив письмо, подписываешь заявление и говоришь, куда переводить свои деньги. Вот и все. Пенсионный фонд России говорил о том, что они разослали по имеющимся в базе данных адресам все письма. Но некоторые письма вернулись обратно, потому что, допустим, человек менял место жительства или что-то еще. То есть эти письма все, они никуда не пропали. Они хранятся, то есть неполученные гражданами письма хранятся в отделениях Пенсионного фонда России. И все, что нужно тем гражданам, которые не получили письма, это обратиться в отделение Пенсионного фонда. Пенсионный фонд поможет им разыскать их письма, которые… Ну, разыскать это что значит? Просто посмотреть в этом же Пенсионном фонде, в этом же отделении Пенсионного фонда. Эти письма и выдать их этим гражданам. То есть те, кто не получил письма, им прямая дорога в Пенсионный фонд. Запросить это письмо. Если они не найдут этого письма, что практически невероятно, то есть это очень маловероятно, если они не найдут этого письма, тогда пенсионный фонд просто даст человеку выписку с его счета. Хотя всем работающим высылались эти письма, по крайней мере они печатались, готовились. Практически 100% этих писем были разосланы и получены гражданами. Но какая-то часть писем не получены гражданами. Они никуда не пропали. Они лежат в отделении пенсионного фонда и ждут своих получателей, ждут тех людей, которым эти письма предназначаются.